В послании к Римлянам, помните, был целый большой раздел в конце такого доктринального учения с 9 по 11 главу, где Павел открывал судьбу Израиля, какое имеет значение Израиль, как народ, еще у Бога на будущее, и после этого начался раздел практический, где идет наставление, которое мы уже читали, но в конце также такого наставления практического Павел говорит на практические вещи, которые скорее всего также связаны были с тем, что евреи, еврейский вопрос возник уже между верующими, о том, что верующие имели в зависимости, наверное, от того, как они уверовались, с какой среды пришли, имели разное понимание, что правильно перед Богом, что неправильно перед Богом. Когда писал послание к Римлянам, то в действительности Римская церковь столкнулась с тем, что евреи, которые ранее были изнаны императором из Рима, когда император умер и стал другой, Нерон, он позволил изнанным евреям вернуться, и вот эти евреи снова вернулись в Рим, и по-видимому, часть из них, когда вернулись в Рим, некоторые из них были верующие и присоединились к церкви. Во всяком случае, можно увидеть это на судьбе семьи Акилы и Прескилы, или Прескилы и Акилы. Когда они впервые повстречались с Павлом, Павел узнал, что они были изнаны из Рима. И он имел с ним совместное занятие, работу. И они стали его сотрудниками, жили в Каринфе, потом жили в Ефесте тоже, и там и там была их домашняя церковь. А потом, через некоторое время, когда пишет Павел послание к Римлянам, они уже вернулись в Римску и присоединились к Римской церкви. Вот так вот, часть евреев вернулась, и те, кто были верующие, присоединились к Римской церкви. Но у евреев, которые были, как бы, с детства научены определенным рамкам питания, что кушать, что не кушать, о том, какие праздники и обряды соблюдать, то некоторые из них, ставшие верующими, продолжали считать, что это очень важно, как и всю жизнь ее свинью, свинью подсунуть. Ну, считали, что это неправильно и так дальше. И вот эти вот вопросы разности стали очень актуальны. И 14 глава полностью и половина 15 главы Павел объясняет, что такое христианская свобода на практике, когда мы можем принимать разномыслие друг друга, при этом вместе служа Господу. Сегодня будет только первая половина 14 главы, и скажу, что, может быть, для нас еврейский вопрос сейчас неактуален, у нас евреи и выехали, и не вернулись, и кто знает, если бы не вернулись, и были бы тоже верующими, может быть, что-то такое бы возникло. Но, тем не менее, вот эти принципы, которые здесь излагают, очень актуальны в нашей среде. Ну, у нас всегда было между верующими, независимо на то, что есть разные конфессии, даже в одной конфессии, разные понимания, как правильно перед Богом, как неправильно перед Богом жить. Я не говорю о том, что какая там форма одежды приличной верующему, или какой стиль поклонения или музыке допустимы, какие музыкальные инструменты допустимы, если у вас такие, то вы грешите. Ну, так всегда было, и оно будет. Но сейчас добавился еще один пункт, где, может быть, верующие могут иметь разность. Ну, в Украине, наверное, актуально, военный вопрос. Кто-то думает, что нужно идти, если будет война воевать, кто-то думает, ни в коем случае нельзя. Ну, и вопрос этой эпидемии, вопрос вакцинации. Ну, не так давно был, ко мне звонил один брат, пастор, и рассказывал немножко за свою ситуацию, и говорит, что не знаем, что делать, тяжело немножко. Он работает в школе, и вакцинировался. Ну, там, как бы, это было условие для работающих, и он не видел в этом никакого река, вакцинировался. А потом некоторые верующие узнали, что он вакцинировался, и сказали, что все, пастор принял это вот начитание зверя. И я говорю, ну, ничего страшного, если тебе это поможет, скажи, что я тоже вакцинировался, и не считаю, что это начитание зверя. Ну, не знаю, или помогло ему. Итак, 14 глава Римлян. Здесь в этих первых, 12 стихах, три аргумента, или три причины, почему, или на каком основании мы можем друг друга принимать, даже имея разные взгляды на то, что правильно или неправильно в фактической жизни верующих. Первые два стиха. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Когда имейте разные мнения, нет согласия, принимайте. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Павел делит эти вот разномыслия на две такие духовные категории. Немощного в вере и сильного в вере. И в зависимости от его убеждения, его веры, вот эти различия возникают. Так вот, какой портрет немощного в вере в первых двух стихах? Что немощный в вере кушает или не кушает? Вот этот, который ест овощи, это кто? Это немощный в вере или слабый в вере? Как вы думаете? Конец второго стиха, да? А немощный ест овощи. Вот сильный, он ест все подряд, да? Не потому, что у него сильный желудок, да? Он, говорится, его верит. Он уверен перед Богом, что Бог все создал, и Бог все создал прекрасно, и все можно кушать, и Бога благодарить. Его такая вера. А человек немощный, он не считает себя немощным. Немощный – это слабенький в вере. Он думает, что вот он сильный в вере. Он от этого отказался, от этого отказался. Он считает себя очень сильным. Но Павел говорит, это немощный. Но невзирая, кто вы есть, какие у вас разные взгляды. Стих 3. Кто ест, кто ест – это понимается дух сильный, да? Сильный в вере. Не уничижай, как бы не насмехайся, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай. А слабенький, они осуждали предатели или неверные за кусок мяса отрекся от Господа. Ну, такое у человека мнение возникало. Не осуждай того, кто ест. И вот первая причина, почему мы должны друг друга принимать. Потому что Бог принял его. Потому что Бог принял свою семью, свою церковь к себе. И того, кто ест, и того, кто не ест. Бог их принял. Святой Бог принял их обоих. Как же вы можете задирать нос и говорить, «Я святее тебя, я тебя не приму, ты меня не брал». Как это вы можете думать? Если Бог принимает нас и таких, и таких во Христе Иисусе, то это понимание должно нам помочь принимать брата как брата, невзирая на то, что у него другое понимание, что верно перед Богом, что неверно. Вторая причина стих 4. Почему мы можем друг друга принимать стих 4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Какая здесь причина? Какое основание, что мы принимали в том, что и я, и мой брат, который, мне кажется, не таким как надо, возможно. Мы с ним одинаково или в разных, в одинаковых положениях. Я ему не хозяин, и он мне не хозяин. Я ему не подотчетен, потому что он мой начальник, и наоборот, мы одинаковые, а мы обои подотчетны нашему Господу. Он наш хозяин. Господь нами владеет, и Он решает. И если даже мой брат что-то ему недопонимает, а Бог это видит, то Бог знает, как ему открыть, чтобы ему дошло, и он не упал или встал. Бог это решает. Мы одинаковые. Мы все Его рабы, но мы не являемся господами друг другу. И как будущие Его рабы, мы должны просто смиренно ходить перед Ним, делая то, что Он мне лично поручил, будучи перед Ним ответственным. И снова, как иллюстрация, как проявлялась тогда стих пятый. Иной отличает день от дня. Ну, мы имеем 7 дней в календаре, в неделе. А другой судит во всяком неравно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Ну, евреи, безусловно, многие из них считали, что суббота – это тот день, когда нужно ничего не делать. Кстати, сегодня иногда среди верующих, евангельских верующих, есть похожие понимания, но только уже это у воскресенья, что ничего нельзя делать. А когда другие понимают, что все дни одинаковые пред Господом. Все дни одинаковые. И все дни мы должны жить честно и правильно, делая то, что нужно перед Богом, ежедневно. Ежедневно Богу служить. Но интересно, что вот, как финансист стиха пятого Павла говорит, что «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Он не говорит, что тот прав или не тот прав. Если тебе так открыто, ты так понимаешь, ты хочешь ради Господа чтить этот день – делай это. Кто-то понимает совсем по-другому. Это, видимо, сильные считали, что все дни одинаковые, и можно в любой день делать собрание, и в любой день служить Господу. Это их неуверенность. И они это делают перед Богом. Ну, знаете, это как бы, к примеру, если у вас есть дети, маленькие дети, кто-то чужой подошел к ними, спрашивается, а что вы кушаете? А вот сегодня я кушал котлетку. А какую котлетку? А нельзя есть котлетки? Ты не имеешь права кушать котлетки. Ты подошел целый. Ничего себе! А что ты здесь делаешь с моими детьми? Это мои дети. Я знаю, чем их кормить. То же самое Павел говорит, что у нас один Господь – это Он решает. Он скажет тому или другому, что делать. А ты кто-то другой что-то судишь или решаешь. Пятому стих шестой. «Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает». То есть мы все одинаковые. «Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому живем ли или умираем всегда Господним». Павел Павел Пучок говорит, что мы не знаем мотива человека, почему он делает. А Бог, которому человек служит, Он знает наши мотивы. И если Бог видит, что даже то, что нам кажется, ну, совсем не имеет смысла. Например, человек стал вегетарианцем, например, он ест только овощи, и думает, что это просто Бог ему такое открыл. но Бог видит сердце этого человека даже если он возможно излишне себя ограничивает не имеет никакого смысла но человек это делает ради Господа думает, что так очень важно Бог ценит его сердце видя его жертвенность и посвященность Бог видит наши мотивы а не только то, что мы делаем хотя мы можем друг с другом общаться делиться мнением и говорить как более правильно но когда есть разномыслие когда каждая сторона остается на своем уверена в своем мы спокойно можем придать этот вопрос Господу Бог решает и очень сильные слова очень сильный призыв в этих словах был еще раз читая 8 стих в размышлении о таких вопросах о пище такой сильный призыв а живем ли для Господа живем умираем ли для Господа умираем вот вот самое главное какая разница что кушать если не кушаешь какая разница как Он считает правильным в какой день праздновать Рождество, в тот день или в тот день, какая разница? Делай это для Господа, живи для Господа. Даже если будешь умирать, умирай для Господа, переходя к Нему. Вот все самое важное. Не самое важное жить или умирать, самое важное для всего я живу и для чего я умираю. Всех девятый, ибо Христос для того и умер воскрес, и ожил, чтобы владычествовать. И над мертвыми, и над живыми. Его смерть, и Его воскресенье. Это то, что делает Его Господином, Владыкой, над всеми нами, над теми, кто живем, над теми, которые умрили во Христе. Потому что Он тоже нас подымет, если мы умерем во Христе. Его смерть и воскресенье, Его есть то удостоверение, что Он Господин, Он Владыка. А мы все Его рабы. И как одинаковые рабы Господни, мы не должны чувствовать себя чрезмерно ответственным за перевоспитание брата. Чтобы он был таким, как я. Господь знает. И вот стих 10, и третья причина. Я читаю три стиха уже, весь отрывочек. А ты что осуждаешь брата твоего? И ты что унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, подтверждение стата из пророков, написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать Бога. И так, каждый из нас за себя даст отчет Богу. И так, третья причина, это почему мы можем и должны друг друга принимать. Потому что не мы судьи, и не мы должны судить, а только Бог судья. Первое, Бог нас принял, и мы должны друг друга принимать. Второе, Он наш Господин, Он наш Хозяин, Он над нами наблюдает, Он решает. И третье, и Он, как наш Хозяин, Он будет нас оценивать или судить. Не имеет значения, как мы друг друга оцениваем, потому что вообще это не наша функция судить друг друга. Мы будем не судить, а нас будут оценивать. И вот все мы, все мы, ну мы знаем, что кто умрет в вере в Господа, как христианин, как верующий, спасенный, нас не будет Господь судить о том, как нас наказывать, но будет нас судить о том, как нас наградить. Это большой разный вопрос, но тем не менее это тоже будет вопрос суда. Когда Он будет оценивать, какой раб был более верен, более послушен, кому какую дать награду. Он будет нас оценивать, каждого из нас, каждого из нас. Ну это как вот, мы все пройдем курс, а потом будет в конце экзамен, курс – это наша жизнь. Как мы проживем, так вот экзамен будет принимать или нас оценивать будет Господь. Не я буду ставить оценки, и не мне брат будет ставить оценки, а мой Господь, наш Господь одинаково будет и друга оценивать. Поэтому мы должны о чем думать, о том, что как каждый из нас за себя, нас отчет, за свою жизнь. Еще раз, Господь не скажет мне, ну брат Сергей, ну вот там где-то жил брат, в другой селе, в другом конфессии, ты знаешь, он так и ни разу не скушал свинью, видишь, а я ее создал, и ты в этом виноват. Он мне это не скажет. Он скажет мне, а что ж ты ел, как ты благодарил Господа? Или как ты жил, как ты был Господу посвящен? Он меня оценит, меня лично оценит, каждый из нас оценит. И поэтому наша сегодняшняя ответственность на земле – принимать друг друга, вмещать друг друга, вмещать. С разными пониманиями, как Богу лучше служить, зная, что однажды мы все перед Ним предстанем. И Он каждому из нас даст свою оценку и свое место. И вот понимая этого, давайте же будем смотреть не на брата, а как бы в зеркало на себя, на свою жизнь, и проявляя свою жизнь, чтобы к этому времени готовиться и получить от Него одобрение. Так, пусть нас Господь благословит. Любить друг друга, любить Его любовью и служить. Служить Господу и друг другу. Аминь. Помолимся. Помолимся.